А каштаны еще цветут. Ей дали американскую вот эту вот помощь, выдали, и вот таким вот образом она попробовала первый раз в жизни в своей шоколадке. Есть возможность вкусно покушать, не пропускайте этой возможности никогда. Соусы, овощи. Как красиво. Красота. Удивительно праздновать убийство 50 миллионов людей. Здравствуйте, друзья, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. Ребята, мы живем в Киеве, живем в Украине. И вот прошло несколько дней после 9 мая, нам очень много написали комментариев, что для нас это не праздник, что мы там такие вот сволочи, мы украинцы. И вот мы все хотим поговорить на эту тему. Праздник это для нас или не праздник, особенно для людей нашего поколения, которые учились в советских школах, которые там учились по советским учебникам. У меня лично два дедушки прошли войну. Вот, поэтому, что для меня этот день ничего не значит, конечно, я сказать не могу. Но я, опять-таки, не могу назвать его праздником, вот в полном понимании этого слова. Кроме того, у нас же есть день памяти, который в Украине отмечают 8 мая. Тогда, когда отмечает вся Европа, 8 мая, именно было по причине того, что 8 мая была подписана капитуляция с Германией. И по поводу того, мы начитались, конечно, таких вещей. Ну, честно говоря, диву даешься, потому что нам пишут люди, в основном нашего возраста, которые изучали историю абсолютно по тем же советским учебникам, что и мы. И у которых тоже есть родственники, которые погибли на войне. У меня тоже два дедушки погибло на войне. У меня дядя был тяжело ранен и с осколком всю жизнь прожил. Ну, про дядю позже расскажу. И вот, значит, я прочитала, что, конечно, Европа празднует, типа, День скорби, День памяти, потому что Европа проиграла, потому что Европа воевала на стороне фашизма. Ну, во-первых, ну, значит, Европа воевала на стороне фашизма, а Франция как пострадала? А Польша? А Польша как пострадала? Хочется у таких людей спросить. Есть же факты, которые все мы учили в советское время, в советских школах по советским учебникам. Хатынь. Это поляки сами себя сожгли? Ну, вот по аналогии, видимо, с Украиной. Поляки сами построили Освенцим, если поляки, как вы пишете, воевали на стороне Гитлера. Еще такой вопрос по поводу того, в 45-м году бомбил Дрезден. Кто бомбил? Не союзники бомбили, не Америка, не Британия. Кто выделил ленд-лиз Советскому Союзу? Не Америка? Потом, Нюрнбергский процесс, его тоже не было получается. Ну, есть же документальные кадры, есть же куча документов. Мы же все с вами вместе все это учили. Да, была Италия, была Япония, причем Япония напала на Америку, на Перл-Харбор. Это все было во Вторую мировую войну. И просто сейчас мы не то, что не считаем, что этот день ничего не значит, что этот день пустой звук, этот день совсем не пустой звук, но мы против того, что считать этого праздником и против этой фальсификации истории, которая сейчас происходит в России. Ну, честно говоря, удивительно праздновать убийство 50 миллионов людей. Кроме того, мы же все с вами учили, почитайте, вот откройте, если у вас остались учебники СССР по истории, откройте и прочитайте, что такое пакт Молотова-Риббентропа, прочитайте, что такое Мюнхенский сговор, не подписывал ли Советский Союз до начала Великой Отечественной войны, не подписывал ли он соглашение с Гитлером. Кроме того, сейчас уже, кстати, эти фотографии появились на Дзен, вот я их видела, когда 1 мая на параде в 41-м году, в 41-м году были представители Третьего Рейха. Но это же было, эти же фотографии есть сейчас, они опубликованы, так что давайте как-то... А преподносится, что это там великий русский народ освободил там Европу и весь Советский Союз от фашизма, украинцы вообще, большинство, продажные там какие-то там запроданцы, а 2-й Украинский фронт, а 1-й Украинский фронт, точно так же вот наши, там наши дедушки, ну наши уже дедушки, естественно, там не отцы, воевали, отец у меня родился, когда ребенком был маленький, в 39-м году он родился, вот точно так же воевали, тоже пришли с ранениями, вот твой дядя что пришел с осколком в легком, да. Вот мой дядя, который с 18-ти лет, в 41-м году оказался на фронте, он был на передовой, это была пехота, он дошел до Кенинсберга, Калининграда сейчас, вот, и он всю жизнь прожил с осколком в легком, как кашлял дядя, кроме того, дядя вернулся с войны алкоголиком. Очень многие возвращались, мне еще дедушка, я еще помню, рассказывал, что очень многие возвращались с алкоголиками. Потому что дядя рассказывал, что, во-первых, не было винтовок, не было чем стрелять, он говорит, идешь и смотришь, что впереди товарища убили, чтобы взять оружие. Он рассказывал, и когда он выпивал, он плакал. Он ненавидел эти все фильмы про Великую Отечественную войну, он говорил, что это все неправда, это все ложь. Но когда выпивал, он плакал. Почему он стал алкоголиком? Потому что каждый раз 100 грамм спирта фронтовых. 100 грамм спирта фронтовых. Мне тоже дедушка рассказывал, потом мне уже тоже папа это рассказывал, когда я была уже более взрослая, что, в принципе, стакан водки за родину, за Сталина, и ты не можешь, если ты разворачиваешься, тебя свои же и пристрелят. Ну, смерж же был, да. Сзади стоял смерж. Кроме того, по поводу союзники как помогали, не помогали. У меня мама 39-го года рождения, где недавно, 85 лет, слава богу, исполнилось. И вот она рассказывала, что первый раз в жизни шоколад она попробовала, это был американский шоколад, который передали американцы с гуманитарной помощью. Она рассказывает про какую-то юбку в клетку, еще что-то. Эта помощь пришла в районный центр маминого села. И у мамы, поскольку отец погиб, вот, вот, ей дали американскую вот эту вот помощь, выдали, и вот таким вот образом она попробовала первый раз в жизни в своей шоколадке. То есть у тебя мама практически без отца выросла, да? Да, у меня дедушка погиб в 41-м году, сразу погиб. Он погиб в концлагере под Полтавой, вернее, это даже Харол. Мама с папой потом ездили к нему на могилу, вот там очень много, там, по-моему, 15 тысяч людей погибло. И, кроме того, еще, я помню, у бабушки были проблемы, потому что было такое, что вначале считалось, что если он был в плену, он, типа, предатель, и за него не платили никаких денег. Потом, типа, законы как-то поменялись. И наоборот, потому что моя мама в селе, там, где жила моя мама, была только школа 7 класса, а в 10 класс, вот, если ты хочешь 10 классов, нужно было ходить в другое село за 7 километров. И у кого были отцы, нужно было платить, а поскольку вот мама росла без отца, платить не нужно было. Мама не помнит, не помнит своего отца. Бабушка потом замуж не вышла уже, да? Нет, 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 бабушка замуж не вышла, и даже когда она, когда ей говорили, что бабушка у меня интересная была женщина, маленькая, худенькая, вот. Ну, как и мама, собственно. Да, и когда говорили, что чего вы не выйдете замуж, она говорит, ну, типа, я была замужем за директором, за красавцем, и я ни на кого его не променяю. Ну, после войны не так просто было выйти замуж, сколько погибло. И вот, я не знаю, удалось ли нам это объяснить, вот, что для нас это 9 мая, но для меня это действительно тоже день боли, день вот, день памяти. Вы знаете, я, мы с Таней работаем в театре, я когда заканчивала институт и делала свою дипломную режиссерскую работу, я делала по книге Светланы Алексеевича «Войны не женское лицо». Я много ее книг прочитала, она очень плотно занималась вот именно вот Великой Отечественной войной, которая сейчас против войны категорически, она, по-моему, даже выехала из Российской Федерации. И я помню, она записывала на диктофон воспоминания вот женщин, которые прошли войну, и детей, вот, которые выжили, которым были, ну, вот, как моя мама. И вот одна женщина, она говорила, что 9 мая, я не могу пережить этот день, она говорит, я специально собираю вот белье, постельное белье, много чего и стираю. Она говорит, чтобы не выходить, чтобы не слышать этих всех парадов, вот этого вот всего, а кроме того. Кстати, интересная ты вещь про парады сказала, да? Я даже забыла об этом. Если вы посмотрите информацию про военные парады, именно парады Победы, кстати, в российских источниках и в украинских информация одинаковая абсолютно. Парад Победы прошел в 45-м году, после этого он был в 65-м году, когда была, ну, как бы, круглая дата, потом в 85-м, а с 95-го года только начал военный парад на 9 мая проходить каждый год. Но это уже был развал СССР, это уже, да. Да, да, а до этого военные парады были, и знаете, вот люди нам пишут, типа, да что вы, я в детстве помню, военные парады, да, они были, только они были на 1-е. Не каждый год, да. На 1-е мая они были, военные парады. На 7-е ноября, да. На 7-е ноября они были, а вот именно парад Победы, такого не было раньше. Вот до 65-го года вообще не было. Знаете, когда я у себя в фейсбуке начала, ну, попадались мне, типа, помним, не забудем, все это остальное, типа, можем повторить, и все такое, опубликована официальная информация вот тех людей, тех ветеранов Второй мировой, Великой Отечественной войны, которых убила Российская Федерация уже в Харькове сейчас. Им за 90 лет. В Харькове женщина одна погибла в Мариуполе, вот мы покажем списки фамилии, имена, отчества этих людей, кем они были во времена гитлеровского нападения. Их убила Российская Федерация. Ну, погибли от ракет, да? От ракетных... От ракетных ударов. Ну, понимаешь, когда человеку за 90, а им всем за 90, ну, ему намного тяжелее бежать куда-то в убежище и прятаться. Как правило, этот человек уже малоподвижный или совсем неподвижный, ему тяжело. И очень много реально сейчас гибнет в Украине именно пожилых людей. Именно пожилых людей. Вот детей войны, вот людей, которые за 90, вот очень много таких гибнет. Потому что старый человек, он в убежище не побежит. Старый человек не будет сидеть в метро. Я вчера посидела, кстати, в метро. Идем, может, прогуляемся. Мы в парке Шевченко сейчас находимся. Одно из наших любимых мест в Киеве. Ну да, только вот мы тут думали еще тюльпана застать, но уже не застали. Не застали, да. По поводу тревог, кстати. Вчера ехала на работу. Вот я не знаю, серьезно, как люди, которые спускаются в метро, вот как они ночуют в метро. Это тупо холодно. Это очень холодно. Потому что я вчера зашла в метро. Не, но поезда не ездят, это... Ну, поезда не ездят, все равно холодно. Вот поверь, там все равно сквозняки. Но хочу сказать, что вот на метро Кричатик уже стали выносить такие, как сказать, ну, как кубы-некубы, но такие скамейки. Туда может сесть вот несколько человек, потому что я час провела, замерзла, как суслик, провела в метро. Я не могла доехать просто на работу. Потому что, да, театр наш наземный, а станция метро и все. И она не работает. Когда тревога, она не работает, невозможно доехать. Вот там и сегодня мы встречались. Мы сегодня встречались, я говорю, дорога, которая бы у меня заняла 15 минут, заняла больше часа. Потому что пришлось ехать маршруткой, потом садиться на метро с пересадкой. Так у меня по прямой линии было 10 минут после тревоги. Да, потому что тревога. И киевляне, конечно, меньше реагируют на тревоги, потому что, ну, как бы все мы понимаем степень безопасности Киева и Харькова, например. Потому что вот недавно в наших видео мы показывали, как пацаны играют в футбол, а там взрывы, они ложатся, типа закрывают голову руками, а потом встают и дальше играют. Ну, вот ровно на 8 мая прилетело по такому футбольному полю 6 человек подростков реанимуют. Как бы вот накануне Дня Победы. Кстати, еще по поводу того, что у нас никак этот День Победы, что для нас это пустой день. Вот школьники же ходят с маками в этот день. И то есть об этом не помнят и не воспринимают его как огромный праздник. И я считаю, что это правильно. И во всех СМИ. Вот, и про Харьков я не закончила, что не погибли, там тяжело ранены, в реанимации были, я не знаю, живы ли они сейчас. Шесть подростков, из них одна девочка. Вот играли в футбол. И просто хочется сказать людям, которые живут в Харькове, в Одессе живут, в Сумах живут. Ради бога, реагируйте, пожалуйста, на воздушные тревоги. Не смотрите на нас, потому что это разная степень безопасности. И то вот, когда по ночам начинает что-то грохотать, ты... Окей, ты знаешь, мне днем не страшно, а вот ночью мне страшно. Ночь, по-моему, на 8 мая, да, вот была в Киеве тоже такая, на Киеве были налеты, взрывы, там, да, что-то... Да-да-да, я слышала. Ты еще записывай это видео, и говорит, там, и тревога. Я спала, я не слышала, да, я думаю, может, с интернетом было. Ну, я, ну, может, взрывов, но там в моем мирове не было слышно, но я не слышала даже, вот, понимаешь, приложение стоит в телефоне. А сегодня утром я гуляю с собачкой, встречаю соседку, она тоже мне говорит, Таня, а вот вы слышали вот это пару дней назад, была вот такая вот тревога ночью. Я говорю, знаете, у меня подруга, вот, она живет в центре, говорит, что там просто все сдрыгалось, вот, а я ничего не слышала. Она говорит, вы знаете, я тоже утром вот просыпалась вот тогда, и вот собака у меня в ванную забилась. То есть он что-то услышал, но моя собака никуда не забилась, то есть это еще, видишь, это еще, видимо, что-то с интернетом было. Ну, и кроме того, Киев очень большой город все-таки. Да, большой город, да. Киев большой город. Если под Киевом там 14, там в Браварах, там 14 или 19 уже писали, 19 частных домов, кстати, из Маминого села тоже говорили, что грохота, просто страшно, очень страшно. Вот, то Киев все-таки большой город. Я услышала два взрыва, но потом я читала, что типа взрывы, взрывы, но я уже ничего не слышала. Только два я услышала, их было много. Но в Киеве ни пострадавших, ни разрушений не было, в Киевской области, да. Вот отремонтировали площадку. Кстати, сюда был прилет в октябре, я уже не помню, то ли 22-го года, то ли 23-го года. Будут ровно на эту детскую площадку в парке Шевченко. Уже так сливаются, сливаются все дни в один большой какой-то день войны. Субтитры сделал DimaTorzok Остатки роскоши, да, нюхаешь? У меня рядом с домом такая, знаешь, вот не сиреневая, а прям такая фиолетовая есть. Да, вообще очень красивая. Такая красивая просто. В этом году вообще действительно такое яркое цветение буйное, и очень быстро все цветает. Потому что обычно к 9 мая только там тюльпан и сирень, а тут уже все цветает просто. Прочитала недавно, знаете, про нашу погоду. Фотка такая, знаете, такой мем. Кто рано встает, тот потом целый день ходит с курткой в руке. Вот такая вот у нас погода. Ну да, потому что с утра холодно. Днем непонятно, как одеваться вообще. Непонятно. Ну, ничего, дело к лету. Уютный, конечно, парк. А каштаны еще цветут. Очень мне нравятся эти розовые каштаны. Мне тоже очень нравятся. Белые тоже красивые. Ну, розовые вообще-таки. Розовые вообще. Вон, видишь, белый. Ну, белый он какой-то... Обыкновенный, да? Обыкновенный, да. Обыкновенный. Красиво, конечно, но обыкновенный. Красиво. 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 Да, тюльпаны уже все. А вон, видишь, перекапывают клумбы. Да, да. Что-то новенькое там будет. Что-то другое. Ну, вот тоже тюльпаны. Нет, нет, нет. Нет, они по сезону высаживают. Розы, наверное. Наверное. Таня сказала, что это петунии. Ну, я не уверена, но, по-моему, это петунии. Я не разбираюсь, если честно. Но зато вот это вот я знаю... Но люблю, что это все красивое. Я знаю, что вот это, вот это памятник Шевченко, который так зашит. Никак его и не разошьют. Нет, так это из-за, ну, чтобы сохранить. Если попадание, прилет, какой-то обстрел, чтобы... Видишь, его уже стационарно. Раньше он был как-то менее основательно. Закрыть час прям... Вот так только можно увидеть сейчас памятник Шевченко. К сожалению. Ну, у нас есть видео о Киеве, еще довоенное. Там, где есть памятник Шевченко и сюда, да. До начала этой большой войны. Знаете, куда мы сейчас идем? Дело в том, что мы вот вроде киевлянки, ну, что-то нас все время как-то удивляются нам. И знаете, аж неудобно. Что есть, оказывается, такое культовое место, которое практически все киевляне знают, обожают там есть, а мы там ни разу не были. Ну, вообще просто в Киеве не так часто ходим по ресторанам, откровенно говоря. Просто там вроде как кафе, но и киевляне это знают. Да? Да, мы как-то прошли мимо. Нам уже, нам уже дали, просто можно даже сказать, попросили. Да, уже попросили. Сделать обзор и сказать свое мнение. И не раз. Да, и не раз. И не раз, даже и не два. Так что мы сейчас перейдем на более веселую, радостную ноту. Пойдем сейчас что-то перекусим. Это нас ждет сегодня татарская кухня. Надеюсь, мы туда попадем. Мусафир. Называется заведение. Страшно хвалят, страшно вкусно, недорого. Ну и вообще. Сейчас все расскажем, насколько недорого и насколько вкусно. Даже вот приезжие, которые вот сюда приезжают, очень часто пишут, что типа первым делом Мусафир. Первым делом Мусафир. Я понятия не имею. Хотя у нас много таких вот демократичных, когда там же Пузата хата, там, как сеть, там очень хорошее тоже пойдет. Ну, сейчас посмотрим, что такое Мусафир. Да, очень хвалят. Прям очень. Прям сеть. В парке Шевченко можно полежать, например. Ну, я не знаю, ну, вот, не помню, честно говоря, насколько давно они стоят, эти кресла. По-моему, их не было в прошлом году еще. Это студентом, знаешь, в перерывах между лекцией, можно отдохнуть. Можно взять здесь мороженое. Калу, кофе. Да, кофе. И лечь и полежать здесь. Есть и смузи, и холодный кофе. Угу. Все есть. Эспрессо 27. Я смотрю, по эспрессо нормальная цена. Можем вот так вот пройти. Ну, например, на стандартных таких вот заведений. Ну, я смотрю. Продолжение следует... 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 официанты очень предупредительные просто очень предупредительные в общем супер место как она мы обещали мы не разочарованы бренд киева киевская рыбочка на самом деле вкусная просто сосиска птеста хорошую да я тоже не поняла честно говоря этого бренда и почему это бренд киева у нас здесь появился переход наземный что раньше не было не было потока подземный был насколько я помню был только подземный теперь можно не лезть подземную можно так перейти и и и и и и и и а и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...